Добрый день! Я тут обложилась играми. Передо мной, не знаю сколько, будем считать с вами вместе, игры на построение дорожек. У меня их оказалось предостаточное количество. Во-первых, зачем игры на построение дорожек нам нужны? Это первое развитие логики. Но здесь даже нам нисколько важна логика, хотя она несомненно важна, но основная проблема большинства детей – это отсутствие связанной речи. Очень часто причиной отсутствия связанной речи является нарушение в логомоторной программе, когда мозг просто не умеет себя программировать на фразу. И этому способствует развитие фразовой речи, способствуют игры на построение дорожек. То есть у нас первое – это идет развитие логики, второе – это идет развитие фразовой связанной речи, третье – это умение самоконтролироваться, умение развития самоконтроля и саморегуляции, потому что игры на построение дорожек предполагают ряд правил. Умение работать по правилам – это навык самоконтроля, особенно необходимый при СДВГ. Поэтому игры на построение дорожек – это одни из самых эффективных игр, которые позволяют решить очень многие нюансы. Первое – я начну с игры, которая подходит, сейчас я тут все уберу, которая подходит в том числе и для малышей. Я снимала на нее отдельный обзор. Это игра «Сыроежки». На этой игре, кто не видел обзор на эту игру непосредственно, мы можем просто отрабатывать сначала построение пути, что ребенку нужно подобрать именно детальку таким образом, чтобы путь продолжился. Если нам нужно идти прямо, то, соответственно… Сейчас покажу. Что вот так дорожки мы поставим… Просто если я сейчас буду еще переставлять камеру, в общем, на стол, то запись займет очень много времени. У меня такого количества времени нет. То есть, видите, нам нужно, чтобы дорожка была непрерывной. Здесь дорожка прерывается. Нас такой вариант не устраивает. Мы подбираем детали таким образом, чтобы дорожка была выстроена. То есть, первое, чему мы учим малыша, это выстраивать дорожки стык в стык. Это первая игра, которая… Ну, можно ее и в полтора года, в два года уже вводить. Вообще, игры на построение дорожек, они у нас лет до десяти пользуются спросом, то есть, всю начальную школу. Я покажу несколько вариантов. Вторая игра, я не буду ее распаковывать, да, потому что это у меня для губик тойс. Игра на построение дорожек, мама-малыш. Очень похожа, да, на колобок-следопыт, но это ее не стопроцентный аналог, поскольку нет такого количества заданий, нет такого количества вариаций и условий для исполнения. Но, так как колобок-следопыт у нас для более старшего возраста, а мы сейчас говорим с вами о малышах, о более старшем возрасте мы поговорим там буквально через две минуты, то вот эта игра для малышей на построение дорожек и на отработку вот мамы-малыша. С двух до четырех лет, как минимум даже. Ну, с двух до четырех, давайте оставим так вот. Такой вариант. Все, на что есть ссылки, я, соответственно, на все это оставлю ссылки. Третий вариант игры на дорожки, на построение дорожек. Это мой несомненный фаворит, одна из лучших игр. Это IQ-кубики, контуры. Контуры, да, да, контуры называется. Она есть в Ubix Toys, стоит она 200, по-моему, с чем-то рублей, не помню. Но не дороже трехсот, это точно. Это вот такие кубики с дорожками. Я тоже снимала на эту игру отдельный обзор. Самое ценное, одно из самых ценных, что еще есть в этой игре, это методичка с заданием. И методичка тоже предполагает игру от простого к сложному. Да, если, например, мы возьмем сыроежки, там нет методички, там есть правила игры, когда мы непосредственно вводим правила. Но мы же можем в сыроежки играть и с полутора, с двух лет. Я снимала видео, посмотрите, да, про сыроежки. Очень хорошая игра. Третий вариант игры. Вот это уже идет стопроцентный аналог игры «Колобок-следопыт». Только это идет вот такая магнитная версия. Я показывала ее в Инстаграм. Вот здесь абсолютно такие же задания, как и в «Колобке-следопыти». И здесь идут вот такие магнитные детали. Единственное, что, конечно, хотелось бы более яркое, чтобы была, да, более насыщенный желтый и более насыщенный зеленый цвет. Вот хочется как-то мне ее раскрасить. К сожалению, это невозможно. Но вот эта магнитная игра – это стопроцентный аналог игры «Колобок-следопыт». И карточки с заданиями, и вот все-все-все, что необходимо. Особенно, если у вас нет возможности, да, если вы не можете себе позволить «Колобка-следопыта» за сколько там? 1700 рублей, по-моему, стоит. То вот 240 рублей. Компактная версия имеется. Так, что у нас еще для малышей? Для малышей обязательно, ну и для детей постарше, это прохождение лабиринтов пальчиком. Да, то есть это все игры, где нужно пройти какой бы то ни было лабиринт. Если мы говорим о запуске речи, то кто видел мое пособие, хочу сказать, это вот такие дорожки звуковые, когда вот моему любимому Бубику нужно, ну вот, допустим, к домику пройти, тут видите, дорожки, они всегда разные. У них различные пути, такая есть. Вот он идет за зонтиком, дождик капает, у меня тут зеркальки, вот он идет, кап-кап-кап-кап-кап-кап. Мы с ребенком отрабатываем междометь, и это очень важно на этапе запуска речи. Вот такие варианты, и, конечно, мы не забываем про пособие, где дорожку нужно прочертить, да, карандашом слева направо, сверху вниз мы рисуем дорожки, соединяем что-то. Также, конечно же, если вы не хотите использовать какие-то специальные игры для того, чтобы разнообразить, например, какие-то игры, мы можем выстраивать дорожки из чего? Из палочек, из мозаики, из мелкой, из любого конструктора можем выстроить дорожку. То есть, да, не обязательно иметь какие-то специальные игры, если у вас есть фантазия и какие-то подручные материалы. Что еще хочу показать? Вот это такой переходный момент от малышей, вот, к 3-4 годам. Это игра, которая мне очень понравилась, логические пазлы. Здесь у нас идет поле, и уже такие объемные детали. Но, вот, я хочу сказать, сколько здесь 3+. Вот, на самом деле, 3+. В 5 лет уже поздно такую игру покупать. Вот сейчас моему ребенку 4. Ну, вот, хорошо, если месяц он с ней поиграет, да. То есть, я, конечно, поздновато купила, но я просто не видела. Несмотря на то, что я постоянно мониторю рынок игрушек, вот эта игра мне встретилась впервые. Здесь идет вот такое поле. Сюда ставятся шарики. И шарик нужно, чтобы попал именно в ту лунку, да, которая разукрашена его цветом. И вот такие есть 3D-дорожки. Есть поворотики, есть прямые дороги, прямые. Есть туннельчики. И ребенок что делает? Он выстраивает дорожку. И потом запускает мячик и смотрит, правильно ли он собрал этот путь. То есть, для малышей это вообще просто супер. Он запускает, мячик катится. И очень наглядно мы показываем ребенку, насколько правильно он избрал путь. То есть, вот такой вариант. Мне, наверное, нужно открывать еще магазин, который был. Потому что вот сейчас он месяц поиграет у меня в эти дорожки. Куда мне их девать, не знаю. Вот такие шарики идут в комплекте. Вот. Прекрасно отрабатывает. И самое главное, она такая живая, энергичная, потому что дети с нетерпением ждут. Ну, когда же, когда же будет тот момент, когда мы запустим этот шарик? Что еще для детей постарше? Для детей постарше есть вот такие варианты потрясающие. Тетриса. Тетрис трубопровод. Тоже здесь нужно составить. Мало того, что мы здесь составляем тетрис, да, сам непосредственно. Мы здесь еще и должны сделать так, чтобы у нас трубы соединились. Очень классная деревянная игра. Так, это у нас уже... Я сбилась со счету, сколько игр. Показываю дальше. Вот это очень классная игра. Жужу, кружу, 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 кружу. Она написана 7+, но я думаю, 5+, ее можно давать. В чем ее сложность? Здесь тоже нужно составить дорожки, но посмотрите, какие они. Ой, это правило. Посмотрите, какие-то дорожки. И нам нужно подбирать так, чтобы были у нас стыки, да, чтобы дорожки у нас состыковались. Так, вот так, да. Мы подбираем, мы их крутим, вертим и смотрим. В общем, это нужно раскладывать, вот эти карточки. Мне зеркалит, мне поэтому тяжело так подобрать. В общем, смысл в том, что здесь очень много вот таких красивых карточек. Это вот та игра, от которой можно прям подзависнуть, сидеть, рассматривать, разглядывать от 5 лет. Она у меня сейчас убрана. Я пока что ее Толе не даю. Для него пока еще по зрительному восприятию, мне кажется, тяжеловато. Либо я должна сесть, отобрать карточки, которые будут легко состыковываться и на их примере ее давать. Ну, в общем, она у меня лежит, ждет своего часа. Также у меня лежит, ждет своего часа игра вот эта. Лабиринт пиратов. Но если вашему ребенку уже есть 5 лет, то вы можете в нее играть. Тоже игра на построение дорожек. Здесь у нас 4 фишки, 32 карты, правила игры. Сейчас покажу вам. Здесь также выстраивается лабиринт. Вот из таких вот дорожек. Кто быстрее доберется до сокровища. Но она осложняется тем, что есть определенные правила. В какой последовательности, что стыковать. Что стыковать между собой можно, а что стыковать между собой нельзя. Вот от 5 плюс, пожалуйста, вот такой еще вариант игры. Тоже она очень бюджетная. Вот это, да, и цены я не сказала жужу-кружу. Она стоит около 200 рублей. Вот эти лабиринты пиратов тоже около 200 рублей. Но вот эти вот вещи, они будут отличным подспорьем ребенку-дошкольнику. То есть на подготовке к школе. Вообще здорово. И еще для мальчиков хочу показать вот такой вариант игры. Дорога. Она может показаться очень простой для начала. Потому что здесь, ну, казалось бы, что нужно просто составить дорогу. Но смотрите, в чем ее сложность. Например, если у нас здесь есть знак, ну, что, например, вот, пешеходный переход, то, соответственно, нам нужно поставить пешеходный переход. Если у нас здесь знак «Уступи дорогу», то, соответственно, на пересечении мы должны найти деталь, на которой есть знак «Главная дорога». То есть, видите, это вот очень классно будет для мальчиков. Но, опять же, это тоже 5 плюс, как минимум, да. То есть, перед этим нужно еще правила выучить. Это внимание развивает. Это развивает не только построение дорожки, что нам нужно соединить. Ну, и представьте себе, сколько в голове нужно держать различных правил. Вот, показала вам, наверное, все. Все игры. Пишите, что у вас уже есть, каких игр у вас нет, а каких вы знаете, каких вы размышляете, купить, не купить, а каких вы играх слышите впервые. Напоминаю, игры на построение дорожек – это просто уникальные игры, которые соединяют в себе очень много полезности и очень много эффективности. Спасибо вам за просмотр и всего доброго!